Уважаемые акционеры, у нас есть не самая приятная информация для компании. Алла. Я Алла Корнеева, представитель благотворительного фонда «Радость жизни». Вы знаете, что компания в лице Ольги Калитиной переводила в наш фонд деньги. Вот. Склините, пожалуйста. Да, наша компания помогает фонду, и что это ни для кого не секрет. По транзакциям можно проследить, что часть денег потом была возвращена на счета мелких фирм. Что за бред ты несешь? Зачем ты это делаешь? Это не бред. Ольга Калитина является попечителем фонда. И она не могла не быть в курсе дела. Послушайте, Алла, дай я посмотрю. Да, деньги были переведены в фонд. У меня есть тоже вся документация. Ничего об обратных потоках мне неизвестно. Это все бред какой-то. На сегодня картина выглядит именно так. Нами уже заинтересовались налоговики. Если сейчас все это выплывет наружу... Извините, Алла. Вам сейчас лучше уйти, и мы сами разберемся. Спасибо. Да, ситуация очень непростая. Сейчас налоговая набросится на компанию с проверками. А это остановит работу с новыми договорами. Посему предлагаю Ольгу Игоревну отстранить от руководства компании до выяснения обстоятельств. Господа акционеры, я уверен, что Ольга Игоревна никаким махинациям не причастна. Если и были какие-то нарушения, то только со стороны фонда. Да, и тем не менее, пока идет процесс выяснения, это может очень негативно отразиться на реномен нашей компании. Ну, вы же понимаете. Вот именно, тем более сейчас, в тот момент, когда на рынок выходит новая продукция. Итак, господа, давайте голосовать. Кто за отстранение Ольги Игоревны до выяснения проблемы? Кто против? Хорошо, Олег, вам придется принять на себя полномочия руководителя компании. Давайте проголосим, кто за? Кто против? Кто воздержался? Лично я уверен, что это все досадное недоразумение, которое очень скоро разъяснится. И вот тогда мы поймем, кто за всем этим стоит. Здравствуйте. Ольга Калитина беспокоит. Я могу услышать директора фонда? Где? В Австралии? М-м-м, прекрасно. Когда будет? Через месяц. Как-то можно ей дозвониться? Понятно. Спасибо огромное. Бред какой-то. И что сказали о фоне? Да ничего там такое. Ее заместитель, он вообще не в курсе. Это я. Я все выяснил. Черный джип номер 431. Водитель – Василий Крещетов. Ранее судимый. Трецbuch – Монette. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров – Корректор А.Егорова А.Кулакова Трец Beit. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я все знаю. Все это, конечно, глупо и неприятно, но я уверен, что как-то разъяснится Да, как-то разъяснится. Но сама ситуация Никто в эту ситуацию не верит. Все тебя прекрасно знают. Ну, не стой психовать. Ну, правда Пожалуйста, Вить, ну, не надо сейчас Я... Я просто хочу сказать, что... Ну, отстранили тебя. Ну, хорошо. Ну, может, для тебя это возможность Может, сменить обстановку как-то. Ты ж посмотри, ты работаешь без перерыва Да, это правда Может, сменим картинку? Съездим куда-нибудь на пару дней. Ты и я Может быть, ты прав. Не знаю. Я тысячу лет не отдыхала Товарищ майор попросил пригнать машину и документы тех, кто арендовал ее за последний месяц Спасибо Я ее уже осмотрел. Следов ДТП не обнаружено. Это пятый белый седан, который мы ищем Лаврентьев, а может, пять? Это твое счастливое число. Калитина вспомнила, что я пытался сбить белый автомобиль заклеенной фарой О! Ты только посмотри, кто арендовал его. Евгений Ермолаев. А ты, говоришь, любитель Японии Почему вся эта таинственность? Куда мы идем? Ты ж хотела узнать, как живут мажоры? Сейчас узнаешь Неужели ты тут живешь? Ты думал, у меня особняк? Ну, хотя бы весь этот дом Пока нет, но я буду к этому стремиться Ага, вот оно Это вообще мое временное жилище? Да, это мастерская моего друга Надолго это? Мы застряли в лифте Назовите адрес Земельная семь Кто с вами? Со мной. Одна в прекрасной девушке Дети есть? Пока нет, но думаю, скоро будет Летите тридцать минут. За вами придут Да, хорошо Сколько ждать? Полчаса Ну что, я думаю, нам есть чем заняться Когда-нибудь пила шампанское горло? Конечно, но не в лифт Все, когда-нибудь бывает первый раз Так, вставай Ну, а чем мы будем есть ананасы? Сейчас, сейчас, сейчас О! Вот будут наши вилки Класс Оля, рейс четыреста пятьдесят шесть Москва-Ница Я отправил официальный запрос в фонд Из лица компании, как акционер Пусть отвечают Не важно, знают руководство или нет Как ты? Андрюш, я устала Нет, я правда устала Я хочу взять паузу Паузу Да, именно пауза Это то, что сейчас как раз необходимо Паузу А знаешь, что, любимая А ты возьми И продай фирму К чертовой матери Я не понимаю, что ты сейчас армонизируешь? Я просто сказала тебе, что я устала Я имею права отдохнуть или нет? А знаешь, только ты не устала Ты сломалась Знаешь, я ведь могу тебя обвинить в чем угодно В том, что ты не объективна к нашему сыну Что? Доверяешь всяким проходимцам В том, что ты не давала любви и тепла Но я никогда не смогу тебя обвинить В том, что ты слаба Пожалуйста Не заставляй меня это делать сегодня Хорошо Ты все сказала? Теперь я скажу, Андрюш Во-первых, я отношусь к нашему сыну Как любящей мать, это раз Во-вторых, я доверяю тем, кому я считаю Нужно доверять, это второе В-третьих, когда ты будешь следующий раз приходить сюда Не езжать на меня, пожалуйста Подбирай слова, хорошо? А то мне придется Разочаровать тебя В этом представлении трогательном О себе Я боюсь, что ты к этому не готов Ты как думаешь? Вот Сейчас я увидел эту девочку С которой познакомился много-много лет назад Ты про нелюбовь ничего не сказал Вить, я не смогу с тобой никуда поехать Извини Ура! Смохода! Черт, а мы еще семь этажей пили? В любом случае мы до них дойдем пешку Ну потому что больше в твой мажорский лифт Я не войду Спасибо вам большое Романтично Да, вот это жизнь у мажоров Ой, сначала вино в лифте Потом семь этажей пешком Так никаких ног не хватит Устала? Устала? Еще бы Я должен исправить эту ситуацию Вам знаком этот человек? Посмотрите внимательно Можно Он был в баре в тот вечер Когда произошла вся эта история С отварлением Точно Это он Это он сидел тогда у стойки И заказал тот самый чай Ну, помните, я говорила? Да, блю матча Да, блю матча Который потом стал фиолетовым Значит, все-таки Ермала Химики Ёлки-палки Ты же говорила, что он поехал послом в Австралию Во-первых, не послом, а консулом Гораль Я, честно говоря, не общалась с ним 10 лет С тех пор, как вышла замуж за Пашку И про Австралию-то я узнала Случайно из соцсетей Слушай, ну, прошлое должно остаться в прошлом Так А кто мне говорил Что всех мужиков надо держать при себе Я говорила И продолжаю говорить Поэтому, конечно же, у меня есть его номер телефона Правда, не австралийский Какая разница, Даша Может быть, он снимет Может быть, он у меня есть какие-то там связи Она наверняка улетела сегодня Завтра будет там Может быть, он придумает, как задержать ее в аэропорту Хорошо, только делаю я это исключительно ради тебя Если что, за свидетельство уж перед Пашей Да, Шуль, я знаю, что ты все делаешь исключительно ради меня Это же моя лучшая подруга Слушай, недоступен Давай я позже позвоню обязательно Ты мне лучше скажи вот что Что по этому поводу говорят твои мужчины Мои мужчины Один предложил мне ехать отдыхать А второй нам Который мой муж Пришел, знаешь, так И сказал мне все прямо, как есть У меня даже глаза открылись Действительно, Дашка, знаешь Ты, конечно, права С Андрюхой Как за каменной стеной Батюшки, ты хвалишь Андрея В первый раз за все время, что я тебя знаю Ты его хвалишь А знаю я тебя давно А я тебе всегда говорила, что он настоящий мужик Женщина должна чувствовать себя слабой Беззащитной рядом с мужчиной А Андрей тебе всегда давал эту возможность Правда Теперь ты что делать Так ты меня обижен Ты уверен? Наверняка Вот не уверена Позвони и узнай Да не знаю, я не знаю, что ему сказать Ты еще раз в голове прокручивал этот разговор Дрефишь, прям как девчонка Не знаешь, что сказать, я тебе сама напишу А ты прочитаешь Ну что, ну бумажки свои Как в детском саду Какая разница, как Сейчас главное, чтобы ты помирилась с мужем Так, записываю Привет, Андрей Да Слушаю тебя Привет, Андрей Ой, я подумала, Андрюш, я подумала, что надо поговорить Ситуация сложилась непростая Я хотела... Скажи Ты по бумаге читаешь? В смысле, нет, я Нет, ничего не читаю Ну тогда приезжай, все спокойно обсудим Хорошо Хорошо, да, я сейчас приеду Как дура, блин Я пойду в ванную Ты не против, если я в ней немножко полежу? Конечно Сколько хочешь Спасибо за просмотр! Даже если твоя подруга Даша со своим приятелем и австралийской полицией задерживают эту аферистку. Задерживают и задерживают. Знаешь, о чем я подумал? Все началось со смерти этой модели. Как ее? Ермолаевой. Ермолаевой. Посмотри, сначала Мишина проблемы, потом СМС-ки тебе с угрозами. Далее неизвестная машина, которая пыталась тебя сбить. В конце концов, смерть самого Ермолаева. Прослеживается какая-то связь? Прослеживается. Ой. А какая? Аналитик ты мой. Дрюш. Следователь звонит. Добрый день, слушаю вас. Добрый день. Похоже, я знаю, кто подсыпал наркоту вашему сыну. И кто же? Это отец погибшей Ермолаевой, Евгений. Бармен его познал. Он терся в тот вечер около Миши. Ну, сам Ермолаев погиб, его уже не спросишь. Но я хочу спросить вас, чем вы его так обидели? Ума не приложу. Ну, дело похоже не только в Миши. Машина, пытавшаяся сбить вашу супругу, была взята в аренду тем же Ермолаевым. Мы сидим рядом с супругой и недоумеваем, чем мы могли его так разгневать. Ну, ладно, если что-то вспомните, звоните. Обязательно. А Мишка-то наркотиков не принимала, я был прав. Соседка говорила, говорила, что все это из-за работы, из-за его работы. А вчера в лабораторию меня не пустили. Еще раз. Как это тебя туда не пустили? Как могли тебя туда не пустить? Так, охранник меня не пустил. Почему ты мне раньше ничего не сказала? Андрюш, тебя в последнее время нет рядом. Сейчас дело не в этом, Ляля. Я хочу понять, что происходит у меня на фирме. Поехали. Подожди, подожди, что это у тебя там? Да ничего, так, баловался, пока тебя не было. А что ты не показываешь, чем ты там баловался? Или у тебя какие-то секреты от меня? Раньше не надо было стесняться. Хорошо. Смотри. Чего? Ничего не понимаю. Это же и эскизы к рисункам того самого Гарда. Да. Я очень хорошо изучила его стиль. Не может быть. Ты… Да? Ты и есть тот самый Гард? К чему вся эта таинственность? Ты знаешь, это случайно получилось. Я сначала скрывал от матери, потому что она всегда была против того, чтобы я учился в художке. А потом один дилер успешно продал мою картину. Вот так. То есть, ты так и не решился сказать маме? Ой, это бесполезно. Она вбила себе в голову, что я должна работать у нее в компании. Поэтому проще играть в таинственного Гарда. Ну, я-то теперь знаю правду. Да. Тебе ж нужно было найти Гарда и взять у него интервью. Интервью началось. Ну, я не могу вас пустить, у меня приказ. Вот Ольга Игоревна сама подписала. Ни ваша фамилия, ни ее в списках нет. Дайте, пожалуйста, ключ. Открывай. Ну, вы меня тоже поймите, у меня начальство. Давайте, пожалуйста, без увольнений. У меня эта работа, у меня кредит. Я вас понимаю. Обещаю, все будет хорошо. КОНЕЦ Андрюш, да. Нашла, кажется. Какие-то таблетки. Андрюш, да. Нашла, кажется. Какие-то таблетки. Сейчас. Подождите. Подождите. Черт. Да. Оля, Оля, я все придумал. Я знаю, как убедить акционера в твоей непричастности. Нам надо срочно встретиться на нашем месте. Хорошо, я поняла. Сейчас я буду. Андрюш, это Виктор. Отведи меня, пожалуйста, к нему. Вдруг он нашел что-нибудь. Садись. 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 Ааа! Аааа! Андрей! Андрей! Ты целая? Андрюшка. На мою жену напали. Коктейль? Уже лучше, Карат. Держи. Коньяк. Живительная жидкость? Ответь. Да. Алло, Оля, привет. Слушай, я тут в аварию попал. Машину разбил ее. Давай я сейчас такси возьму и приеду. Не надо никакого такси, не надо никуда приезжать. Я уже давно дома. Ясно? Да. Пока. Пока. Я забыла тебе сказать. Спасибо. Спасибо ангелам, что подсказали мне идти за тобой. Да. Какое здорово, что ты пошел со мной. И здорово, что ты реально. Правда? Угу. 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 Сначала я сварю кофе. Глаза слипают. А тебе делать? Скажи, а ты кофе делаешь так же, как чай? Хей! Если ты будешь сейчас выпендриваться, я сделаю тебе растворимой. И тебе не очень понравится. Хорошо, женщина, делай кофе. Только с любовью и радостью. И, пожалуйста, с корицей и ванилью. Как пожелает мой господин. Твой господин желает посмотреть еще твои фото. Ну, пускай возьмет на верхней полке. Слушай, скажи, ну ты же пошутил насчет ванили? Миша. Миша. Миша, я сейчас тебе все объясню. А эта сцена входит в условия контракта? Миша, послушай, твоя мама, она просто очень сильно за тебя переживала. И она просто хотела понять, откуда ты берешь деньги. И все эти твои постоянные тусовки и друзья, тайны. Она просто хотела быть уверена, что с тобой все в порядке. Миша, твоя мама тебя очень сильно любит. Как ты могла? Миша. 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 И я тоже. Миша. 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 Она открыла глаза и в солнце взошло над городом. Миша. Миша. Доброе утро. Наверное, самое доброе за долгое время. Скажи, а ты когда подписала документы о том, что вход в лабораторию по пропускам? Ну, Виктор дал мне эти документы. Ага. При Павличенко такого не было. А Павличенко, как-то странно, в одночасье уволился. Да. И тут появился Виктор. И вход в лабораторию стал ограничен. И что? А давай-ка мы с тобой навестим этого Павличенко. Но сначала… Но сначала… Завтрак. Завтра? Да. Завтра. Мы хотели узнать, почему вы так в одночасье покинули нашу компанию? Ну, я… Я же говорил, семейные обстоятельства. А что такое? Что? Что случилось? Да много чего случилось. Много. Случилось с тех пор, как вы ушли. Послушайте, мы же с вами много лет друг друга знаем. Вас попросили уволиться. Вы же это сделали не по собственному решению. Да, мне… Мне объяснили, что могут быть проблемы даже не у меня, а у моей семьи. Кто объяснил? Я не могу… Я… Поймите… Нет, я… Извините, мне надо бежать на работу. У меня должность хоть и маленькая сегодня, но… Опаздывать нельзя, никак нельзя. Извините. Не густо, но что-то… Что будем делать? Сейчас выясню один вопрос. Михалыч, добрый день. Моё почтение. Будь любезен, взгляни. Машина нашего главного технолога на стоянке. Понял тебя. До связи. Что? Виктор уехал десять минут назад на абсолютно целой машине. Сказал, что поехал домой. Что ж, получается, он меня обманул? Зачем? В общем, это нам и предстоит выяснить. Пойдём. Свою первую картину я продал совершенно случайно. Встретился с дилером в мастерской своего знакомого. Он хотел узнать мой псевдоним, поэтому пришлось ляпнуть первое, что пришло мне в голову. Слушай, ну ты, конечно, везучая. Молодец. Да, честно говоря, просто совпало. Ну да, жаль, конечно, лица не видно на экране и настоящая фамилия ещё непонятна. Да, но это было условием интервью. Ну, раз такая удачливая, может быть, у президента Франции возьмёшь интервью? Он тут на днях, кстати, приезжает. Очень смешно. Ну, а что, я тебе тогда предоставлю место своего зама. Обещаю. Стоит попробовать. Оль, ты прости меня, я с этой аварией совершенно вылетел из жизни. А тот ещё, из которого я въехал, вызвал милицию, и всё это затянулось. Неудобно получилось. Дмитрий, пожалуйста, давай, сейчас это совершенно не имеет никакого значения. Будем общаться теперь только по делу, хорошо? Хорошо. Ты знаешь, я вчера в лаборатории обнаружила какие-то подозрительные таблетки. Я положила их в сумку, хотела отнести их на экспертизу, но... Вчера вечером в парке на меня напали, не важно. Погоди, погоди, как напали? Это сейчас не важно. Слава Богу, несколько из этих таблеток я положила себе в карман и, в общем, я отдала их на экспертизу. Скажи мне, пожалуйста, а ты в лаборатории ничего подозрительного не замечал? В лаборатории? Нет. Да ты знаешь, я всё больше в кабинете сижу, но это моя ответственность. Я обязательно разберусь, выясню, что там происходит. Выясни, пожалуйста. Да. У меня через полчаса важная встреча. Прекрасно. Прости. Прости. Моя колеса, я вам. Прости. 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 Что вы здесь делаете? Не знаю. Ты что, ты за кого меня принимаешь, а? За ту, детка, за ту, на больше ты не наработала, а ты чего хотела, Андрея ты по собственной глупости упустила, потом стала хвостом передо мной крутить, ну вот, достойная для тебя оплата, я считаю. Ты сволочь. Ты просто сволочь. А что она здесь делает? Твоя ж девица. Ля, мы же договорились. Странно. Странно. Олег, надо срочно ехать в лабораторию, у нас проблема, это вообще крышка короче. Чего? У нее еще остались таблетки. Откуда у нее таблетки? Сумка же у нас. Черт. Я же говорил, увезти ее на несколько дней из Москвы, неужели так трудно одну бабу в руках держать? Я вообще знал, чего от нее ждать. Слушай, а если мы не успеем, что шлить будет-то? Что будет теперь? А потому что ты самовлюбленный болван. Думаешь, что все бабы млеют от твоего обаяния. А нет. Умнее надо было быть сто раз тебе говорил. Да я тебя сразу предупреждал. Ты идиотская затея с этой лабораторией. Идиотская. Прекрати истерить. Идея была великолепная. Иметь легальную лабораторию в центре города. А тебе одно требовалось. Бабу охмурить. А все остальное сделал я. Олег, я химик, а не преступник, Олег. Ну вот, все становится ясно. Вот я дура, конечно. Ляль, все в прошлом. Поехали за меня. Звони Рокотову. А я тебя предупреждал. Я предупреждал, что ни черта не выйдем. Быстро собирай и валим! Ключ. Сюда. Быстро. Телефон. Рация. На первый пост. Бегом. Иди сюда. Зачем ты вышла из машины? Мы же договаривались. Не волк, у меня там страшно. Ты понимаешь, что здесь небезопасно? Встань здесь и стой. Обещаешь? Обещаю. Так вот, что происходит в лаборатории. Прижай! Рыбор! Я, я прошу участия. Я химик. Я прошу и ту честь. Я химик. Я кандидат наук. Андрюш, мне страшно. Я же сказал тебе сидеть в машине. Сейчас будет больно. Терпи. Терпи. Больно? Давай смелее. Терпи. Андрю, ты мой герой. Пройдет. Я позвонил Рокотову, пригласил его к нам в ресторан. Он сказал ему, надо о чем-то с нами поговорить. А я позвонила Дашке. Они там сейчас в Австралии все разруливают. Как только что-то будет понятно, сообщат нашей полиции, я дам им телефон Рокотова. Ты умница. Осталось нашего сына домой вернуть. Привет, папа. Привет. Что случилось? Да нет, ничего. Просто хотел увидеть своего сына. И все? И все. Сравно. Такой веселый. Мяч играешь. Вы с мамой помирились, что ли? Да. Я вернулся домой. И хочу, чтоб ты тоже это сделал. Пап, я не против с вами жить. Просто я хочу жить своей жизнью. А то место, которое я нашел, оно мне подходит. Ну что ж. Ты сделал свой выбор. Молодчина. Надеюсь, нам это не помешает доиграть партию. Давай. Так. Ну что, мы остановились. Пап. Вы с мамой простили друг друга. Да. И я вас очень люблю. И тебя, и маму. Вы самые близкие для меня люди. Но я тебя не понимаю. Ты не понимаешь, почему я здесь? Знаешь, сын, я бы понял в жизни одну вещь. Если человек умеет прощать, он счастлив. Не знаю, сколько Господь мне отведет лет. Но я бы очень хотел прожить эти годы счастливо. А счастлив я, когда твоя мама рядом. Мы с мамой... Мы сумели простить друг друга. Мат. Так, не честно. Я получил отчет от австралийской полиции. К счастью, директора вашего фонда оказалась трустливой бабой и сдала всех и сразу. Знаете, кто владелец офшора? Я думаю, только Олег. Хотя, может быть, и Виктор тоже. Вы абсолютно правы, только Олег. Но Виктор свою долю тоже имеет. И при том, не малую. Я просто не понимаю, зачем все это нужно Ермолаеву? Такой всегда был скромный человек. Один воспитывал дочь. Олег нашел к нему правильный подход. Слабое место, так сказать. Он обещал ему не только деньги, но что еще устроит карьеру его дочери. Хорошо, история с Ермолаевым, мне понятно. Он стал на них работать. Я не понимаю одного, почему он так категорически мстил Оле. После смерти дочери его переклинило. Он стал винить во всем лабораторию, ферму, ну, соответственно, ее владельца. Он же не понимал, кто за всем стоит. А когда стал опасен, его убрали. Подождите секундочку. Вы хотите сказать, что Ермолаев, чтобы отомстить мне, решил убить моего сына? Ну, получается, что так. Муж-то какой. Глянь. Все позади. Мишка жив. И слава Богу. Я вас позвала, чтобы вы увидели эту картину. Ну, что я увидела, я знаю. Это какой-то, какой-то модный художник. Не помню, как его фамилия. Гард или как-то так. И что? Она вам нравится? Нравится. Я даже хотела купить какой-то из них. Я не понимаю, к чему ты клонишь? Эту картину действительно нарисовал очень талантливый художник. Вы с ним близко знакомы. В смысле? Ольга эту картину, наверное, нарисовал ваш сын. Соня, мой сын не рисует картины. Да, вы правы, он не рисует картины, он их пишет. И делает это превосходно. Я просто хотела, чтобы вы об этом знали, и что вы можете гордиться своим сыном. Соня, спасибо тебе. Мишка. Привет. Извини, я без разрешения. У тебя дверь нараспашку. Я для тебя подарок. Смотри. Это портрет отца? А кто написал? А он сам написал. Это его автопортрет. Я никогда тебе его не показывала. Я поставлю. Ты знаешь, ему же тоже пророчили большое будущее, но ничего этого не случилось. Знаешь, я тебе никогда не говорила, твой отец умер от наркотиков. Знаешь, время было тяжелое. Я даже не помню, кто тогда притащил их в общежитие. Все случилось так быстро. Короче, чем… Поэтому ты попросила Соню, чтоб я не повторял то же самое? Именно. Соня, она пригласила меня на выставку. Саша, даже не знала, что… не знала тогда, что это твои картины. В общем, перед Сонькой я уже извинилась. Миш, хочу извиниться перед тобой. Прости меня, пожалуйста, сынок. Прости. Я тебя очень люблю, мам. И я тебя очень люблю. Я видел папу. Он такой счастливый. Да. Вы молодцы. А теперь я хочу, чтоб ты не упустил свое счастье. Соня тебя любит. Прости. Найти своего человека в этой жизни очень непросто. Поверь мне. Прости. Выйф. Три. Посадка. Выйф. Выйф. Вы не упустился. Выйф. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Даня, вы меня разыгрываете. Ляль, как ты догадалась, мне этот пирог бабушка наимене всегда пекла? Пап, ты забыл? Бабушка подарила маме свою кулинарную тетрадь. Да, а там так и было написано в этой тетради. Андрюшин пирог. Ну, пап, ты чего? Ляль, спасибо тебе большое. Смотри, если добавить красных сердечек, то будет прям открытка на День Святого Валентина. За любовь. Да уж. За любовь. За вас, чтоб у вас все складывалось, чтоб все было хорошо. Чего загрустили? Родители, а что, если мы сыграем нашу свадьбу в Лондоне? Так, началось. Ну, Лондон хороший город. Ну, как папа скажет, не знаю. Я-то вроде как уже не против. Ну, если, конечно, вы не решите отмечать свадьбу в Букингемском дворце, я боюсь, что папу не потянет. Да, папа? Пап, пап, не надо ничего тянуть. Букингемский дворец я оплачу сам. Плюс… Ну, тогда… Соня кое-что скопила. Да-да-да, вы не переживайте. Мы все решили. Мы будем учиться и работать. И я уже присмотрела должность стажера. С моим английским точно все получится. Короче, можно мы немножко поживем там? Ну, что я могу сказать? Как папа скажет? Мы с мамой подумали, посовещались… Я решил. И я решил. Мне кажется, нет проблем. За вас! Наконец-то! Пойдем потанцуем. Угу. Угу. Лёль, а знаешь, о чем я подумал? Угу. Я ведь тебя никогда не видел в свадебном платье. Точно. Может быть… Что будем делать? Исправим эту ошибку. Каким образом? Так, повторим свадьбу. Еще раз. Колька! Колька! Ну, давай, папа. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok